Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Более 10 лет мы занимаемся выращиванием винограда. Наша личная коллекция составляет порядка 250 сортов и гибридных форм. За все это время мы вырастили не одну тысячу саженцев винограда. И нам есть чем с вами поделиться. Сегодня мы с вами разговариваем о молодых саженцах винограда, которые мы выращиваем весной из черенков в наших квартирах и обоих болезнях. Достаточно частое явление, с которым сталкиваются, наверное, все виноградари, без исключения, это появление на оборотной стороне листьев пупырышек. Выглядит это вот так. Ну, это вот прям запущенная форма. И если начать искать информацию, что же это такое, мнение разделяется. Кто-то с пеной у рта будет доказывать, что это трипсы и прям непременно надо лечить. А другие вам будут говорить, что это айдема, расстройство физиологическое, и делать с этим ничего не нужно. И даже вот сколько раз я показывала примеры, рассказывала, тоже мне в комментариях писали, нет, вы ничего не понимаете. Это все-таки трипсы, потому что если мы обработаем серой, то вот это вот как бы лечится. Ну, на самом деле не как бы и не лечится. От обработки серой вот эти зеленые пупырышки станут как бы чуть-чуть таким коричневатеньким. И все. Так вот, сегодня мы разбираем спор. Все-таки это трипса или айдема. Чтобы более детально понять, давайте посмотрим вообще, а как проявляют себя трипсы. Понятно, что в интернете есть информация разная и противоречивая. И вообще часть информации в интернете, она просто бездумно переписывается к операторам, и которые вообще абсолютно не в теме, нам просто надо текст подобрать под оригинальность. И если кто-то вот один где-то сказал, это трипсы, они берут вот эту фотографию, ставят, ну да, а дальше следующую, у них переписывают следующую, следующую, вот отсюда и пошло. Но если мы все-таки вот зададимся целью и поищем более детальную информацию про трипсы, то мы увидим совершенно другую картинку. Пару лет назад мы с трипсами сталкивались на своем участке в открытом грунте. И вот посмотрите, как это выглядело. Смотрите, у нас появляются вот такие листики. Да, ну кажется, что постарел листик. Ну понятно, вот это еще градобойные. И вот такие появляются сверху пятнышки. Ну может показаться, что листик просто постарел. Ну давайте с вами обратим внимание на оборотную сторону. Смотрите, вот он виновник. Видите? Ну вот этот может уже подтравлен быть. А если мы более внимательно посмотрим, вот. Видите, вот она виновник. Вот максимально стараюсь увеличить. Вот такая вот гадостная вещь. Ну вот смотрите, тоже лист. Вот это большие проколы. Это еще град. А вот мелькие появляются вот такие вот точечки. И смотрим на оборотную сторону. И вот она красота сидит. Вот. И если мы поищем в интернете именно запрос виноградный трипс по самому насекомому, а не по его повреждениям, то мы ровенько найдем вот такую картинку. Ну вот по запросу сразу картинка. Я смотрю самого насекомого. Это оно. Хочу обратить ваше внимание на то, что трипсы. Ну есть виноградные трипсы, есть еще несколько других видов, которые также могут нападать на виноград. Они будут немножко разные по размеру. То, что я вам показала, это достаточно крупненько. Может быть несколько мельче. Так вот, чтобы раз и навсегда решить спор, трипсы это или АЭДЭМа. Если у вас телефон, смартфон, туда можно скачать приложение микроскоп. Потом наводите камеру на листочек. Вот этот с пупырышком. И смотрите. И 99,9,9,9 вы там никого не найдете. Если это трипсы, то насекомое штамбудит. Да, может быть не такой крупненький, как я вам показала. Но, ну и невооруженным глазом мы его не увидим. Но если мы даже увеличительное стекло возьмем, то насекомое будет видно. Оно не прячется внутри. Внутрь листа оно может яйца откладывать. Но само насекомое, оно бегает по листику. И вы его увидите. Так вот, в ваших квартирах, в ваших домах, когда у нас вот эти зеленые пупырышки, как бы мы ни старались, как бы мы ни искали, мы никого там не увидим. Мы увидим только вот эту самую зеленую пупырышку. И все. То есть это физиология. Это нарушение нормальной работы листа. А почему оно появляется? Сухой воздух. Кстати, это очень частое явление в теплицах небольшого размера. Когда лето, когда жарко, воздух сухой в теплице. Да, мы же думаем, что влажность это плохо, она будет разносить болезни. И вот у некоторых сортов инограда листики мало того, что вот они полностью покрыты, еще раз вот ставлю картинку, вот так это выглядит, они могут даже вот так вот заворачиваться. И потом вот эти вот зеленые пупырышки, они могут становиться коричневыми, и листик практически отмирает. Ну, это такая уже сильная стадия нарушений. Значит, смотрите, показывала вам листик, который в теплице. А вот это лист саженца, который в квартире. Да, вот он весь в таких штучках. Здесь достаточно большое увеличение сейчас на камере, поэтому изображение может немножко прыгать. Так вот, при таком увеличении, какие-то насекомые, если бы они здесь были, они были бы заметны. И касательно вот наших саженцев, да, что можно дома сделать? Ничего, кроме создания, ну, влажности воздуха, опырыскивания, рядом помещение каких-то емкостей с водичкой, чтобы она испарялась, увлажнить, но на 100% это гарантии не даст. Сложно, очень сложно в наших квартирах поддерживать оптимальную влажность, которая будет вот хороша для винограда. Кстати, разные сорта, они по-разному реагируют. То есть у кого-то этого может вообще не быть, и будут красивые, хорошие листики. У кого-то, типа, пупырышки могут появиться вот буквально капельку, да, а у кого-то, у каких-то сортов это может быть очень сильно, прям вот сильно листик побит. Конечно, ну, как бы, что-то делать надо. Вот пытаться создать хорошие условия, потому что такой лист не может полноценно работать. И такому саженцу, он еще только-только у нас начал расти, да, он еще расходует питательные вещества в черенке, ему тяжело. И плюс он, ну, не может нормально работать, да, листик. То есть это большая нагрузка для растений. Поэтому пытаемся создать такие вот оптимальные условия. Но лечить это не надо. И эти листики вы не исправите никак. Когда мы высаживаем вот эти растюшки в открытый грунт, все проходит. Отрастают новые хорошие листики. И повторяю еще раз, ничем обрабатывать не нужно. Все, что вы можете сделать, это попытаться создать хорошую влажность воздуха. У нас тогда и аидиума не будет, и будет хороший красивый лист расти. Так что не пугайтесь, не надо тут же бежать в ближайший магазин с агрохимией и что-то покупать и пытаться обрабатывать. Нет. Кроме создания влажности и отращивания новых красивых листиков, вы не можете сделать ничего. Повторюсь, при высадке в открытый грунт листики отрастают новые и красивые, и все это проходит. И опять же, тем, кто до сих пор считает, что это трипсы, задайте себе вопрос, почему, когда мы из дома пересаживаем в открытый грунт, все чудесным образом проходит. Трипсы открытого грунта боится? Нет. Открою вам секрет. Абсолютно не боится. И там может появляться. Да, но вот каким-то чудным образом, без обработок, без ничего, раз у нас красивые листики отрастают. Почему? Потому что трипсы там нету. Не клещ это, не насекомое никакое. Это просто физиологическое расстройство. И чтобы с этим не сталкиваться, нужно всего лишь не спешить проращивать черенки. И еще маленькое дополнение. Вот эти вот капельки на стебельке винограда, это тоже никакие не яйца, это никакие не клеи. И тоже с этим ничего делать не нужно. Это так называемые жемчужные железы. Виноград выделяет вот такую вот жидкость, молоденькие побеги. И вот она такая висит. Некоторые растения, по-моему, бальзамин, они прям сладенько. Вот в детстве мы прям ходили, объедали сахарное растение. Я его называла и объедала вот этот сахарок. На винограде, не знаю, не пробовала. Да, но это ничьи, ни яйца, никакие там, опять же, ни клеи, ни трипсы, ни клещи, ничего. Это норма. Оставьте ваши саженцы в покое. Не надо их лечить, особенно там, где болезней нету. Единственная болезнь, которая может появляться в квартирах, это аидиум. Но пропустить его сложно, потому что это видно на листочках, появляется такой белый налет, очень заметно. Вот это лечить нужно. Как? Об этом есть отдельный ролик, ссылку я вам оставлю. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку, еще будет ссылка на плейлист по проращиванию черенков, по уходу за вот такими молодыми вегетирующими саженцами. Также ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч. До новых встреч.